Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Очень рада опять с вами быть сегодня, потому что пропустила предыдущую программу, она проходила в записи, так как мы путешествовали в другие страны, смотрели другие события, о которых я потом вам расскажу. Сегодня у нас необычный эфир, потому что сегодня есть гость в эфире. Это Дмитрий Волкострелов, режиссер. Добрый день. Работающий в Москве, в Петербурге, в Казани. И в других городах. Создавший в Санкт-Петербурге театр, который называется «Пост». И вот это название «Пост» мы сегодня будем обсуждать с ним. И в смысле постдраматического театра как нового явления, о котором мы немножко поговорим, и о том, чем вообще занимается театр «Пост» в Санкт-Петербурге. Может быть, мы с этого и начнем, а потом плавно перейдем к чему-то еще. Ну, можно, конечно, начать с этого. История вашего театра. Ей ведь уже семь лет. Ну, даже иногда кажется, что чуть больше. Да, восемь, около восьми. Но тут важно сказать, что у нас не было такой задачи сделать театр. Вот такой задачи перед нами не стояло. Мы не сидели, не думали, ой, как же нам сделать театр. Нет, такого не было. Мы просто сделали один спектакль, потом сделали второй спектакль, потом сделали третий спектакль. И это все независимые проекты. Одной компанией. Одной компанией, да. И мы как бы поняли, что у нас есть три спектакля, наверное, мы являемся театром. Нам же нужно как-то их прокатывать, надо как-то рекламировать, надо как-то в социальных сетях о себе заявлять. И поэтому стало понятно, что их нужно всех объединять под одной некой крышей воображаемой, некого театра. И вот таким образом возник театр «Пост», и вот с тех пор мы как-то продолжаем развивать эту историю. А почему название такое? Ну, конечно, надо сказать прямо, что это мы, конечно, были молодые и наглые, взяв такое название. Потому что, ну, с другой стороны, там в 2011-2012 году как-то по-другому это смотрелось, слушалось. Сейчас, когда там постоянно говорят о постдраматическом театре. И, конечно, даже иногда так неловко носить такое название. Но на тот момент это казалось абсолютно нормальным, естественным. Да и сейчас, честно говоря, кажется нормальным, естественным. Ничего в этом такого нет. Другое дело же в том, что мы когда говорим «Пост», мы же не обязательно говорим о том, что мы вот постдраматический театр. «Пост» – это слово имеет много переводов, много расшифровок и так далее, и так далее. И мне, когда меня спрашивают, а почему такое название, я всегда говорю, что без комментариев. Тут есть много разных вариантов. Выбирайте тот, который вам больше нравится. «Пост» как «Почта» тоже? «Почта» тоже. Мне очень нравится определить такую аббревиатуру из технической сферы «Power-on Self-Test». То есть это автоматическое тестирование. Когда включается какой-то прибор, он сам себя автоматически тестирует после включения. Тоже, мне кажется, хороший вариант. – Хорошо. Ну, и все-таки, ты уже сам вспомнил о том, что очень многие сейчас говорят про постдраматический театр. Возникла такая целая волна обсуждения, что такое постдраматический театр. Я думаю, что нашим слушателям и, соответственно, зрителям театра, которые здесь ходят в театр и в Латвии, и в России, кто сейчас нас слушает из России, было бы интересно узнать, что вообще, ну, к чему это применять. Этот постдраматический театр, он чем-то отличается от того театра, в который люди привыкли ходить и смотреть спектакли Чехова, например, там, или Горького, или Шекспира. И вообще, что это такое? И почему его, о нем говорят, как о неком особом театре, да? Вот постдраматический театр, он имеет какие-то особенные признаки, особенные критерии, по которым его определяют. Или люди, знаешь, как мещанин во дворянстве, уже давно ходят, смотрят постдраматический театр, просто не знают, что он так называется. Ну, на самом деле, нужно, мне кажется, сказать, что этому термину мы обязаны немецкому театроведу Хансу Тюсселеману, который написал прекрасную книгу, которая называется «Постдраматический театр». И ей уже 20 лет. Да, и он впервые ввел этот термин в оборот научный, культурный и так далее. Но, надо сказать, что название «Театр Пост», оно возникло до того, как на русский была переведена эта книга. И мы только слышали, что есть такое определение «Постдраматический театр». И, собственно говоря, книгу, собственно, не читали. И как раз тогда я совсем по-другому трактовал и понимал «Постдраматический театр». Не так, как выяснилось, его трактует Лемон, потому что для Лемона «Постдраматический театр» – это, прежде всего, театр, который в своей работе, в производстве спектаклей не опирается на драматургию. Он не работает, насколько я понимаю, как-то прочитав эту книгу. Он исключает драматургию из центра. Он ее может не исключать, но, в принципе, да, из центра. Он ее децентрализует. То есть, как бы ни драматургия, ни текст, ни пьеса являются для режиссера, для авторов спектаклей некой основой, базисом. Точка отсчета. Точка отсчета, да, с которой создается спектакль. Ну, это такое, сейчас такого, мне кажется, очень много, и в этом нет абсолютно ничего такого удивительного и поразительного. Я, когда слышал этот термин и думая о нем, надо сказать, что были, на самом деле, другие чуть-чуть времена, потому что, если вспомним начало десятых, то совсем другая была атмосфера, совсем другой был воздух. И я воспринимал постдраматический театр как театр, который, да, вот то, что... Ну, тут мы неминуемо приходим к философу Бодрияру, который тоже там в начале нулевых, чуть позже, если мне не имеет память, написал текст, который назывался «После оргии». И в этом тексте он анализировал социальные процессы, исторические процессы и говорил о том, что мы вот сегодня живем, ну, то есть это было вчера и позавчера, мы живем в мире после оргии, в мире, в котором все уже произошло, все случилось. Или, помните, был такой Фукуяма, философ, который вот написал книгу «После истории», да, что вот история закончилась, и теперь мы будем как-то вот так вот жить и развиваться примерно, ну, вот в мире, в принципе, никаких больших событий происходить не будет. И для меня патраматический театр, в принципе, был вот таким вот как бы театром, в котором мы анализируем и рассматриваем какие-то большие глобальные события, да, а театр, где мы вот занимаемся, можем заниматься анализом повседневности, да, анализом хрущевок и рассмотрения, как это и что это такое, что это за жизнь такая, которая вот происходит в хрущевках, а не во дворцах, да, вот это вот было важно для меня. То есть, герой меняется? Меняется герой, меняется понимание героя, меняется понимание события, да, что там событием, мой любимый пример, что событием, большим событием для человека может стать потеря носка с утра, да, и это прям вот будет сильное переживание, и про это можно говорить, про это можно анализировать, но с другой стороны, с тех пор мир несколько поменялся, конечно, и там последние годы мы вновь наблюдаем, как, в общем-то, на самом деле никакого конца истории не случилось, мир снова лихорадит, снова трясет, какие-то события большие продолжают происходить, иногда в комическом ключе, как, например, там, президентство Трампа, да, но в этой комедии, как бы, большая-большая доля трагедии тоже присутствует. Ну, и угрозы некая для общества, конечно, 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 это не смешная комедия абсолютно, да. Да, ну, вот я как раз хотела по этому поводу сказать, вопрос тебе один задать, все те истории, которые происходят, там, мету, да, формулировки о том, что новое поколение становится какого-то асексуальным, да, ну, это там, выходит какие-то интересы, которые ты назвал произведением Дреяра после Оргии, да, то, что было действительно очень важным и для культуры, и для искусства, там, 70-е, 60-е, хиппи, когда мы, да, оно вообще ушло на какой-то незаметный план, об этом неинтересно говорить, или это просто становится некоторым размытым состоянием в обществе, и поэтому и театр, и это не обращает внимания, и больше сосредоточен на каких-то социальных проблемах сейчас. Ой, мне сложно говорить за весь театр, мне кажется, театр разным занимается, и театр бывает очень разный, тема прекрасен, но просто, что касается всех, вот, на самом деле, вот очень тоже интересно смотреть, как, допустим, ну, как понятно, что там социальные сети оказывают влияние, да, но главное, что там, в том числе, благодаря социальным сетям, мы можем проследить и увидеть, как меняется, как, на самом деле, усложняется наше понимание о человеке, да, вот, я просто наблюдаю и вижу, что сегодня вот молодые, ну, люди, которые там сильно моложе меня, они испытывают очень, ну, скажем так, очень, я вижу, что там возросло, возросло там количество неких психологических заболеваний, да, то есть, когда мы говорим там, когда мы говорим слово депрессия, да, мы говорим, что это не просто, как бы, настроение, да, а это действительно болезнь, да, и мне кажется, это в том числе благодаря социальным сетям произошло, потому что мы стали, ну, как бы, наш круг общения, с одной стороны, расширился, да, мы стали, как бы, очень больше знать про людей, которые нас окружают благодаря социальным сетям. Или даже не окружают. Вот, или даже не окружают, конечно, и мы увидели, что, на самом деле, действительно, какие-то вещи, которые могут казаться смешными и интимными, там, какими-то глупыми, на самом деле, для каких-то людей могут составить там серьезные переживания, серьезные страдания доставлять. А вот я хотела спросить, это как раз та самая история, когда утрачивается, с одной стороны, интимность, а с другой стороны, она оборачивается каким-то беспросветным одиночеством, потому что человек как-то публично пишет о каком-то своем вымышленном даже иногда, да, персонажа, как о себе, на самом деле становится другим. Так вернемся к театру в этой ситуации. Театр помогает человеку вот в этом обилии информации, соцсетей, меняющемся мире, вот в том, что меняется, как ты говоришь, да, фокус на человека. Чем помогает театр, и в том числе постдраматический театр в этой ситуации? Мне кажется, что, и я про это часто там говорю с актерами, когда я работаю с актерами впервые, с какой-то командной группой актеров в каком-то театре, и первый раз мы встречаемся, мы много говорим, мы просто прежде всего много говорим, и в том числе много говорим о театре, о том, чем театр может являться сегодня. И для меня есть такая важная вещь, ну, есть несколько разных вещей, одна из которых, вот, есть такое, как бы, вот, школьное определение, театральная школа, имею в виду, да, такое понимание, как борьба за внимание, да. Вот, Немирович Данченко приходил и говорил, что вот, чем будете сегодня удивлять актерам, да, что вот мы должны чем-то удивлять, мы должны бороться за внимание зрителей, и вообще говорят, что актер тем лучше, чем большее количество зрителей он может удержать. И я, в свою очередь, говорю актерам, стоп, а давайте мы, когда эту паразитику пересмотрим, и давайте мы откажемся от борьбы, прежде всего от этого понятия борьбы за внимание. Давайте, мне кажется, сегодня в нашем мире столько вещей, медиа, рекламы и так далее, и так далее, борется за мое внимание, чтобы я обратил внимание на это, пошел туда, кликнул на эту ссылку и так далее, и так далее. Очень большое количество в этом мире борьбы за меня и за мое время, и за мое внимание. И я говорю, давайте представим себе, что театр может быть каким-то другим местом, театром, где мы отказываемся от борьбы за внимание, где мы можем как-то иначе, как бы некое это сообщество, которое там образуется на час, полтора, два, три. На добровольных началах. Как-то осознанно все вместе оказаться, вместе со зрителем, вот без ситуации борьбы за внимание, без ситуации, что мы должны кого-то удивлять. Удивляют, мне кажется, в цирке. И там как бы это круто делают, безусловно. И там сразу все понятно про… Если это там зависит от того, каким количеством предметов ты можешь жонглировать. Чем больше, тем больше удивления и так далее, и так далее. Или как жонглировать. Или как жонглировать, да, тут много разных. Ну, там сразу все понятно. В театр какая-то другая история по каким-то другим законам сложена и устроена. Ну, хорошо. А вот я тогда еще один вопрос задам. Если Ханс Тислемон говорил о том, что драма уходит из центра постдраматического театра куда-то, да, то есть она не становится той основой, на которой… Существует драматургия. Драматургия, да. Драма я имею в виду как некий текст. Да. Текст написанный, вербальный. Текст написанный для театра. Да, сюжетный. Она уходит. Тогда вопрос, а чем является сейчас вот новая драматургия? Вот сейчас готовится новый фестиваль «Любимовка». Да. Я так понимаю, там почти 700 пьес прислали. Да, больше, наверное. Русскоязычных на фестиваль, даже больше. И чем становится новая драматургия в постдраматическом театре? Ну, это очень интересный вопрос, потому что, во-первых, с одной стороны, действительно, может, в сегодняшнем театре, во-первых, меняется функция драматурга. Драматург часто, не всегда, но есть уже такие драматурги и в русском, и в русскоязычном театре, в русскоязычном пространстве есть драматурги, которые… У них нет желания сидя за столом написать пьесу, чтобы ее потом поставили. Это люди, которые хотят быть включены в театральный процесс от начала и до конца. То есть, существует возможность создавать текст для театра уже не то чтобы… Одним словом, с начала репетиции мы берем и как-то вот… Или мы там, сидя с драматургом, придумываем некую структуру. Вот мы отобрали в нашу программу «Фринч», которая как раз занимается вот такой какой-то драматургией… Фринч-любимовки. Фринч-любимовки, да. Скажем так, как мы когда-то определяли такой драматургией для театра будущего, да, когда вот подумать, какая может быть драматургия. И вот мы отобрали пьесу, которая написана как раз для спектакля, для какой-то конкретной работы. То есть, как бы уже есть спектакль, он уже идет, и вот нам прислали пьесу, которая была создана в процессе работы над этим спектаклем. То есть, драматург, понятие драматурга, оно уже расширяется, и этот драматург – это человек, который в театральном процессе с самого начала может существовать, с одной стороны. Ну, и можно я ещё задам вопрос один? И в этой драматургии ведь разрушается, как бы сказать, непреложная история того классического театра. Конечно, безусловно, это очевидно. Время недействия, сюжет, который развивается по определённым канонам, взаимоотношения с необходимым пиком и с необходимым падением, с разрешением, с финалом. Это может быть открытый финал, это может быть история, которая длится бесконечно. Конечно, это может быть совершенно разные тексты. Нам прислали тексты, написанные двоичным кодом, то есть единичка, ноль, 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 единичка и так далее, и так далее. Такое тоже было, был совершенно прекрасный текст, спектакль, я надеюсь, появится по этому тексту, текст Екатерины Августиняк, молодого драматурга, который тоже второй раз будет принимать участие в Любимовке, второй раз её текст отобран. Это пьеса, которая называется «Лорем Ипсум», это пьеса, по сути, написанная компьютером, да, то есть драматург взял несколько тем. Есть такие сайты, которые занимаются тем, что генерируют тексты для дизайнеров, да, то есть ты задаёшь ему тему, допустим, медицина, и тебе на сайт нужно, чтобы у тебя был какой-то текст, неважно какой, да, просто для дизайнера нужно, чтобы поместить… Ну, закрыть пространство. Да, закрыть пространство, как это будет выглядеть визуально, да, там про это, про визуально, чтобы там разные шрифты, разный гегель. И вот Екатерина взяла разные темы, компьютер, специальные сайты есть для дизайнеров, которые генерировали тексты, сгенерировали тексты на разные темы, потому что компьютеры там уже, сайты уже понимают, да, что это есть тема медицины, там какие-то вот определённые термины должны быть. Если философия, то совсем другие термины. И вот Екатерина взяла эти темы, сайты сгенерировали тексты, и дальше Екатерина просто, взяв этот текст, вычленила там персонажей, попыталась найти героев и так далее, и так далее. То есть она обработала то, что сочинила машина, она через себя выпустила уже потом обработку, адаптацию, да? Она просто попыталась найти там, не меняя текст, да, он по-прежнему остался таким же абсолютно абсурдным, там, замечательная фраза, там, «Мой пернатый друг хомячок», как бы возникает такая реплика внезапно. Но она попыталась найти реплику, пыталась найти героев в каждом из этих текстов, и это совершенно интересный текст. И как раз очень интересно было, когда мы делали читку на Любимовке, очень интересно было потом обсуждение, потому что выяснилось, что даже в этом абсурдном тексте, в котором, в принципе, нет никакой логики, нет никакой связи, да, это набор слов. А человеческое сознание всё равно ищет нарратив, всё равно ищет историю, конечно. Оно модулирует там уже внутри историю. Конечно, ты всё равно, всё равно ты включаешься и вычленяешь для себя историю, и она там обнаруживается. А скажи, пожалуйста, вот мне кажется, что в постдраматическом театре то, что говорил Ханс Лист, Лемон мы оставим, а для меня, например, мне кажется, и я когда говорила с Борисом Юханановым, режиссёром, мы с ним в этом нашли как-то общий выход в нашем разговоре, что центр переносится с центра сцены в зрительный зал в некоторой степени, когда зритель становится полноценным участником создания спектакля. То есть театр, в принципе, конечно, невозможен без зрителя, да, потому что это способ коммуникации между зрительным залом и сценой. Но в этом новом театре, которым мы занимаемся сейчас и который нам интересен, потому что и мне он тоже интересен, зритель становится полноценным участником. Его внимание, его реакции, его участие, оно становится частью спектакля. Вот у вас как это было в театре «Пост»? Это же тоже в некоторой степени зритель вовлекается не на уровне «я сел в кресло и смотрю, что мне показывают». Да, безусловно. Ну, у нас есть разные спектакли. Есть спектакли, которые вот абсолютно в такой парадигме происходят, да, сели в кресло и смотрим или слушаем. А есть спектакли, ну, есть вообще, в принципе, такое определение, как партиципаторное искусство, да, это искусство, которое не может состояться без участия зрителя. У нас вот есть два спектакля. Один по тексту Джона Кейджа «Лекция о нечто», или другой перевод лекции «О чем-то», но, к сожалению, на русский невозможно перевести это, к сожалению. А другой спектакль, мы вот недавняя наша премьера этой зимы, это спектакль по берестинным грамотам. Абсолютно случайно во многом наткнулись на эту тему, на эту историю. Мы, конечно, знали про это явление и так далее. Это новгородские. Да, ну там не только. Новгородские, псковские. Да, псковские, новгородские, да, брестинные грамоты, это 10, 11, 12, 13 век, такие, как иногда говорят, такие СМС-сообщения Средневековья, хотя, конечно, не СМС, но это очень интересное, конечно, явление, совершенно потрясающее, абсолютно случайно обнаруженное, как мы знаем, вот, но, которое очень многое сообщает, собственно говоря, о бытовой повседневной жизни Новгорода или Пскова, там, 10-18. 11-20 веков. И мы сделали такой спектакль, который не может состояться без участия зрителей. Если часть зрителей, которых мы спрашиваем на входе, хотите быть зрителем или участником, если все скажут, что мы хотим быть только зрителями, то спектакль не состоится. Нам нужно каждый раз 12 человек, 12 участников, которые будут работать с этими грамотами, будут вступать с ними в взаимодействие, с этими текстами и так далее. И как люди реагируют? Многие ли хотят? Очень хорошо, очень многие соглашаются. У нас пока не было проблем с тем, чтобы у нас пришлось отменить спектакль из-за того, что все отказались. А некоторые потом еще приходят просто посмотреть с другой стороны. Дима, у нас заканчивается время. У нас очень коротенькая программа. Но я думаю, что впереди у нас все-таки будет какая-то работа в Рике. Это первый приезд. Здравствуйте. Мы с Дмитрием сможем на них даже, может быть, онлайн ответить в нашей группе «Без антракта балком», в которой мы говорим про театр. И я рассказываю о том, что происходит в Риге, в соседних странах, и о том, что происходит в Европе, и о новых тенденциях, направлениях. И, конечно, о том театре, который развивается в России. Дима, спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. И до встречи. До встречи. Спасибо.